С нами на связи Юрий Игнац, спикер командования воздушных сил Украины. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, пожалуйста. Юрий, продолжаются обстрелы украинских приграничных и прифронтовых городов ракетами С-300. Тем временем Россия, скорее всего, готовит новый массированный удар. В нашем эфире военные эксперты говорили, что враг уже не может подобрать ракеты одной номенклатуры и собирает для атак все, что может лететь в сторону Украины и взрываться. Так ли это и чего ожидать от такой тактики? У них небольшой выбор номенклатур ракет. Если мы говорим о стратегической авиации, то там идет три типа ракет, которые дальнобойные, которые могут бить, есть высокоточным оружием и могут бить на дальние расстояния. Это ракеты Х-101, знаете, Х-555, ну а также ракета Х-55, которая ядерная ракета, но без ядерной начинки, скажем так, простыми словами, которые они также используют для того, чтобы носить удары по нашим объектам. Ну или использовать ее в качестве ложной мишени. Или для того, чтобы количеством ракет большим, да, истощать, рассредоточить внимание нашей противовоздушной обороны. Если говорим о дальней авиации, то понятно, что Ту-22Н-3, бомбардировщики дальние, да, они имеют основное ракетное вооружение, которое, это Х-22. Так вот, это ракеты, ну, которыми они могут доставать тоже относительно далеко. Если Х-101, это 5500 километров, идет речь о дальности, то Х-22, это всего лишь 600 километров. Понятно, что они не могут подойти достаточно близко к самим границам, ну, там, до 100 километров от украинской границы, где может действовать там зона ПВО украинская, так, они могут оттуда запускать эти же Х-22, что они регулярно и делают из северных областей, из восточных, из юга, с моря. Эти ракеты также атакуют. Но Х-22, знаем, эта ракета хоть имеет там 600 километров дальность, но она достаточно неточная, но все-таки разрушительная. И поэтому чаще всего страдают мирные жители, потому что летит она не в цели. Но можно сказать, что они сейчас для атак вот действительно собирают все, что у них есть? Ну, С-300, ну, это доказательство того, что нехватка баллистики, именно баллистических ракет, которые уже используют НЗ, запас, неприкосновенный запас, и имеется в виду ракеты Искандер, ну, которыми они призывали не смешите наши Искандеры, так они уже... Да, на футболках такие надписывают, я помню. У девочек, да, вот тут вот. Вот эти вот, уже смешно, не смешно, но Искандеры истощились, так, у них на футболках в том числе. Поэтому они просят у Ирана, ну, будем надеяться, что не будут предоставлять им эти ракеты, но используют в качестве баллистики сейчас ракеты С-300, от комплекса С-300, там название ракет немножко другое, ну, не будем там углубляться в подробности. Эти ракеты они используют при фронтовых местах, по баллистике возможен полет их до 150 км по дальности, но чем больше дальность, тем больше-больше неточность, речь идет о сотнях метров. Поэтому и тут, в этом случае, страдают, опять же, мирные жители. И хочу еще раз подчеркнуть, потому что многие там и военные в том числе, и другие там ресурсы так иногда публикуют, что вот мы сбили российскую ракету С-300, кто-то даже из пулемета, да. Ну, я хочу сказать, что ракету С-300, которая летит по баллистической траектории с огромной скоростью, сбить невозможно теми средствами, которые у нас есть сегодня на вооружении. Поэтому сбивать их нужно, но сбивать их нужно там, где они стоят, откуда их запускают. Это самый верный способ уничтожения 300-х комплексов. Как мы знаем, около 7 тысяч ракет еще есть, этих комплексов. Ну, на счастье, да, что они могут лететь только недалеко, только в прифронтовые зоны, но от этого, как видим, страдает огромное количество людей. Днепропетровская, Харьковская, Николаевская, Запорожская областях. Во время онлайн-брифинга вы рассказывали, что россияне используют против мирной Украины высокоточные ракеты, произведенные в 2022 году, то есть фактически в обход санкций. Это так на самом деле? Ну, обошли ли они санкции именно сейчас, или эти запчасти были уже накоплены в предыдущие периоды, это неизвестно. Ну, возможно, и остались у них, да, некоторые на складах количество запчастей. Понятно, что если у тебя налажено производство, если ты собираешься воевать, ну, я имею в виду Россию сейчас, да, воевать против Украины, так, зная, что будет использован определенный запас ракет. Ну, они что хотели там в три дня, в две недели захватить Украину, но все равно они понимали, что они будут тратить эти ракеты по ударам, в том числе по военным объектам, по средствам ПВО, по аэродромам, поэтому они определенно знали, что будет расход, который нужно будет восполнить. Поэтому определенное количество запчастей, вероятно, было накоплено, так, но после этих ударов, когда производство, наверное, так и не останавливалось, они все-таки его наращивали, и уже истратили огромное количество ракет, и, ну, будем надеяться, что все-таки немного у них осталось этих запчастей, или же они обходят все-таки санкции и получают те технологии, необходимые для создания ракет. Но этим должны заниматься уже определенные структуры, структуры мирового уровня, которые могут контролировать соблюдение санкций, ну, не России, а теми фирмами и организациями, которые им подставляют под санкционные товары и продукты, продукции. Издание Financial Times со ссылкой на советника украинского правительства по вопросам обороны сообщает, что Украина может наносить удары на дальние расстояния вглубь России, и скоро в РФ не останется безопасных зон, причем без использования западного оружия. Могли бы вы прокомментировать эту информацию? Ну, прокомментировать больше, чем сказано, уже нельзя, потому что мы знаем, что есть определенные события, которые произошли на российских аэродромах. Это уже не первый оккупированный Крым, это наша территория, но оккупированная. Там тоже была бавовнятка наша, или хлопки, как говорят в России, да. И дальше аэродромы были и другие, тот же Миллерова был в начале войны, непонятный хлопок там с повреждением двух самолетов. И тут видим уже несколько аэродромов. Сейчас тоже что-то там произошло уже в глубине территории, в тылу врага. Поэтому сегодня и военные, и гражданские люди в России понимают, они уже все понимают, что нельзя находиться в безопасности, где бы ты ни был на сегодняшний момент. Это наследствие той агрессии, кровавой, кровожадной агрессии, которую они провели против нашего государства, против Украины. И теперь будут пожинать плоды, и холодильник будет пустеть, и безопасность будет не такая уж безопасная. Говорят, не курите там, где попало, курите там, где не попало. Да, совершенно верно. Кстати, генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг заявил, что Запад не предоставлял Украине такого оружия, с помощью которого можно наносить удары по территории России. И не поощрял таким действиям. Но Украина имеет право защищаться от нападения России на свои города и объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщило издание Bloomberg. Вот еще подтверждение ваших слов, что юридическое право, как минимум, Украина имеет право это делать. Да то вообще, какие могут быть сомнения. По нас лупятся всего, что только есть, угрожают ядерным оружием и так далее. Мы еще будем думать, есть ли у нас какое-то право, или нет у нас права защищаться. Ну, конечно же, оно есть. И доставать Россию там, где она этого не ждет, будет хлопок или еще что-то, это понятно. И я хочу сказать, что на сегодняшний день Украина нуждается все-таки в производстве оружия, даже на нашей территории, именно беспилотных летательных аппаратах. В том числе, это самое простое, что можно на сегодняшний день себе позволить делать. Потому что понятно, что высокотехнологические вещи не так просто изобретать и вводить в массовое производство. На сегодняшний день БПЛА ударного типа вышли на новый уровень. Мы видим относительно недорогие, так и относительно простые в технологии шахеды, которые доставляют нам сегодня некоторые хлопоты. Мы их сбиваем, конечно, но какими силами и средствами это все происходит. Так же, как российские ланцеты, которые Россия имеет несколько видов. Там небольшая взрывчатка в них заложена, но они тоже терроризируют нашу и противовздушную оборону, и сухопутные ласка в том числе. Поэтому Украине не только нужно оружие для того, чтобы противодействовать БПЛА ударного типа и другим БПЛА, а создавать свои, скорее всего, разных. Некоторые у нас уже есть. Есть Байрактары, есть разведывательные БПЛА. Несколько типов уже давно на вооружении. Но именно ударные БПЛА были бы полезными для того, чтобы вносить коррективы в военные действия, назовем это так. Ну и, возможно, все-таки российское ПВО, как и советское, когда-то немножко переоценено. Я вот сейчас вспомнил поступок Матия Саруста, помните, который приземлил маленький спортивный самолет прямо на Красной площади перед Ременом. Ну, видите ли, Россия настолько велика, что вряд ли хватит у них сил и средств, чтобы покрыть всю территорию средствами ПВО. Даже вот Украина, имея вот тоже некоторое количество, дословно, многое большое средства ПВО, еще до начала войны, скажем так, то покрыть всю территорию Украины крайне трудно, большая страна. А если посмотреть на Россию, на их границе, ну, радиус действия каждого комплекса, у них малого радиуса действия, те же панцины, ТОР, это там несколько десятков километров, уже более современные комплексы, такие как АС-400, да, они имеют сотни километров, но их не так много. И перекрыть все, всегда, если при современном вооружении и ракета, и дрон могут обходить зоны действий российского, или любого ПВО, которое есть, и зная их место расположения, прокладывается маршрут, и цель будет недосяжена для них, скажем так, недостигаема. С российской военной авиабазы Дягилева в Рязанской области исчезли до 10 бомбардировщиков Ту-22. Вот журналист российской редакции «Радио Свобода» Марк Крутов в Твиттер опубликовал спутниковые фото аэродрома, и, по крайней мере, их нет на стоячих местах. Для чего их могли переместить, бояться атаки, или, может, где-то готовят к очередной кровавой миссии, как вы полагаете? Ну, с военной точки зрения это называется рассредоточить силы и средства нападения и защиты, скажем так. То есть рассредоточились, или убежали, скажем так. Переместились на другой аэродром, чтобы не быть в одном месте кучно, где может перелететь какой-то окурок, или там бавовнятка, как мы говорим, хлопок. Где курят, где попало, да. Где курят, где попало. Поэтому куда-то рассредоточиться. Есть аэродромы на востоке России, в других регионах, куда они могли перелететь, и там рассредоточиться и обеспечиваться. Потому что не каждый аэродром может принимать, обслуживать такие большие самолеты, как Ту-95, Ту-160. Ну и плюс хотят сберечь технику, которая есть. Там, кстати, по аэродромам, там, я знаю, какая-то огромная просто взлетно-посадочная полоса шириной сотню, по-моему, метров, и очень длинная для этих самолетов. То есть действительно это какие-то специализированные взлетные полосы. Ну да, речь идет о размерах и об обслуживании, которые они там минимальные могут проходить. Это наземный персонал должен там находиться. Потому что каждый самолет требует внимания к себе десятка людей. Даже если он стоит на земле, он должен обслуживаться постоянно. Это высокотехнологическое оружие, какого бы ни было там образца советского или западного, навсегда возле него копошатся куча людей, которые держат его в боесостоятельном состоянии, в боесдавном. Издание «Цайт» со ссылкой на источники ВООН опубликовало информацию о том, что Россия заказала у Ирана сотни беспилотников и ракет. И вот по данным издания, они еще не отгружены. Об этом же информировал и начальник главного управления разведки Кирилл Буданов. По его данным, по крайней мере, на начало декабря Иран не поставил России ни одной баллистической ракеты. Знаете ли вы что-то об этих возможных поставках? И готовятся ли воздушные силы достойно встретить незваных гостей? Больше Кирилла Буданова я точно не знаю. У них есть, наверное, достоверная информация. Ну, возможно, так. Не будет там все выдаваться на общественное обозрение. Но то, что есть угроза баллистических ракет передачи, это Фатихи и Зульфахармы. Об этих ракетах говорили уже давно. И также то, что Россия заказала 1700 с лишним, так было еще раньше, это было тоже известно. Речь идет только о поставках. Насчет ракет тоже не скажу. Ну, баллистика, это определенная угроза. Конечно же, есть в этом. Потому что баллистические ракеты, к сожалению, сбивать сегодня нет. У нас средств, которые могут противодействовать этим ракетам. Но и дальность их тоже не так велика. Поэтому думаю, что у нашего высшего военного руководства есть определенные предохранители от того, чтобы противодействовать и этому вооружению. Вот, кстати, Германия отказала о поставках систем противовоздушной обороны Патриот. Их все-таки разместят в Польше, а не в Украине. А вот эти системы, они способны перехватывать баллистические ракеты, о которых мы говорим, и которые Россия пока гипотетически закупила у Ирана? Ну, Патриоты есть тоже разных модификаций. Если говорить о последней модификации, это ПАК-3, которые они могут, да, в том числе и перехватывать баллистические цели. Ну, тоже не сто процентов, потому что баллистическая ракета, ну, это ракета, которая летит, уже падает вниз, ее перехватить трудно. Поэтому те комплексы, о которых мы с вами говорим, имеют так возможность перехватывать, так же и как комплекс сам Пти, о котором шла речь Франция и Италия, ну, после вот этих массовых обстрелов, которые были, тоже рассматривалось и такое предложение помочь Украине и этими комплексами. Но тут речь уже идет больше о их количестве, сколько можно будет Украине получить, или вообще возможно ли Украине, скажем так, получить эти комплексы, в каком количестве, как они будут и где расставлены, чтобы перекрыть, ну, такую огромную территорию, как у нас. Поэтому смогут ли они в полной мере сохранить воздушное пространство и уберечь его от ракет, то тоже вопрос уже риторический. Так, их нужно довольно-таки большое количество, чтобы хотя бы северные кордоны, так наши, северные границы и восточные границы, ну, не говоря уже о морских, так перекрыть плотным таким эшелоном. Ну, наши западные партнеры, знаете, как говорят, они вот медленно запрягают, достаточно медленно, но зато потом быстро едут. Хотел спросить у вас еще про ЗСУ Гепард. Вот это немецкая зенитная самогодная установка на гусеничном ходу. 30 таких уже было поставлено Украине. И канцлер Олаф Шольц в разговоре с президентом Украины в конце прошлого месяца дал понять, что Германия ищет возможности передать Украине еще некоторое количество единиц этой техники. Могли бы вы рассказать о тех задачах, которые способны выполнять Гепарды и с какими воздушными целями они могут эффективно бороться? Ну, те кадры, которые вы сейчас демонстрируете, уже говорят о том, так для понимания зрителей, что это автоматическая система уничтожения. Да, она управляется человеком, конечно. Видите, есть радар, у него есть средства другие для выявления и обнаружения целей. И уже пушки автоматические, которые сейчас палят, они сбивают цели с очень большой эффективностью. Это и крылатые ракеты, и дроны-камикадзе стоят их целями. Это довольно-таки отличное оружие, хорошее оружие. Ну, если говорить о наших советских аналогах. О шилке, тунгуске, да? Шилка, тунгуска, да. Ну, там вряд ли они берутся. Шилку, тунгуску, наверное, лучше использовать для стрельбы по посадкам, по пехоте, чем про эффективность стрельбы. Но это мой личное мнение. Не буду говорить какие-то вещи о наших братьях с противовоздушной обороны сухопутных войск. Но все-таки немецкое качество, это немецкое качество. То, что сегодня именно Гепард демонстрирует на линии огня противовоздушной обороны, это действительно очень эффективно. И побольше таких установок. Единственное, что не может она обеспечить довольно-таки большую дальность. Понимаем, что так, ну, несколько километров, да, это для нее нормальная цель. Поэтому их нужно рассредотачивать именно там, где-то есть потребность в этом на защиту определенных целей, стратегических объектов, критической инфраструктуры и так далее. Поэтому я думаю, что именно так и сегодня используют эти машины. И спасибо всему немецкому народу, правительству, за то, что предоставляют такую помощь. Ну и они хорошо помогают экономить вот дорогие противовоздушные ракеты, да? Да, но боеприпасы к ним тоже не дешевые, потому что, ну, их огромное количество за одну, скажем так, атаку выпускают. Скорострельная пушка, понятно. Да, да. Но разве можно на этом экономить? На жизни украинцев, на нашем добробуте, как говорят в Украине. Юрий, спасибо вам большое за комментарий, за ваше разъяснение. Юрий Игнац, спикер командования Воздушных сил Украины, был в нашем эфире. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok